Я хотел бы поприветствовать вас, ваши высокопреосвященства, дорогие отцы и все участники конференции от нашего аполлотического центра Ставрос, который находится в Санкт-Петербурге и в Калининграде. Мы впервые оказываемся на эстонской земле, в Таллине, в качестве участников внутрицерковной дискуссии. Поэтому нам особенно приятно, что мы можем принять участие в таких важных мероприятиях. Я специально попросил вынести стойку, потому что хотелось бы видеть ваши глаза и понимать, насколько то, что я буду говорить, находит отклик. И всячески я приветствую вопросы, которые наверняка у вас возникнут. То, что я попытаюсь вам сегодня рассказать, является скорее не столько лекцией или докладом, сколько некой попыткой поделиться тем опытом, который является частью моей жизни, является частью многих братьев и сестер, которые прошли через наш апологетический центр, и вообще моих знакомых, которые так или иначе оказались в церкви после участия, пребывания в различных культах, в различных сектах или в молодежных субкультурах. И, безусловно, то, что я буду говорить, не претендует на истину в последней инстанции, на какой-то доклад. Вот это скорее некие наброски, некие попытки озвучить те наблюдения, которые мы можем делать, изучая опыт последних 25 лет дискуссий, которая ведется между православными христианами и представителями различных христианских и околохристианских сект и культов. И на территории Эстонии, Прибалтики, также существует достаточно большое количество разных христианских сект, которые, я уверен, вам прекрасно знакомы. Возможно, вы встречаетесь с их деятельностью, вашей пастерской деятельности, возможно, кто-то из ваших родных является членом той или иной организации, а может быть, вам вообще самим приходилось иметь дело с представителями совершенно иной мировоззренческой структуры, иного религиозного мировоззрения, которое противопоставляет себя православию, и не просто противопоставляет, но вообще выставляет достаточно серьезные претензии и вопросы к тому, как верует Церковь, как ведут себя православные христиане, и вообще в чем смысл православия. И поэтому мне хотелось бы, конечно, что то, о чем мы сегодня будем говорить, имело практически характер. Поэтому позвольте перейти и поделиться некоторыми наблюдениями, которые мы делаем на протяжении лет, изучая и принимая непосредственно участие в различных диспутах, дискуссиях, в онлайн-режиме, в интернете, в реальности, развиртуализованной. И наблюдая за тем, как строят диспуты и дискуссии наши православные братья в интернете и в других странах, можно подвести некоторые итоги. На мой взгляд, на мой взгляд, та методология, та методика построения дискуссий с представителями сектанских сообществ, мы сейчас в основном говорим о христианских сообществах, около христианских, построение дискуссии носит малоэффективный характер. Почему? Потому что, если вы сами обратитесь, возможно, к своему опыту, то вы наверняка увидите и себя в этом. Каким образом строится классическая дискуссия между православными и сектантами? Как правило, она сводится к такому понятию, как библейский пинг-понг. Может быть, слышали об этом. Когда два оппонента начинают забрасывать друг друга библейскими цитатами, пытаются приправить это все разными аргументами, историческими, лингвистическими, философскими, психологическими и так далее. Их масса. Но основная логика построения этой дискуссии заключается в том, что мы думаем, что у нас есть некий набор аргументов, цитат, которые имеют разную силу. Есть железобетонные, есть послабее. И мы, как карточные игроки, держим в руках эти разные заготовки, предугадывая, что сейчас скажет наш оппонент. И в ответ на его аргумент мы подготовим другой по контраргументу. Но в этот же самый момент наш оппонент, который также является достаточно опытным участником дискуссии, уже тоже знает, в принципе, какие библейские тексты мы ему будем приводить. В результате мы сталкиваемся с ситуацией, когда два человека пытаются изменить мировоззрение друг друга при помощи выстраивания аргументации. Нельзя сказать, что это плохо. Нет. Такая методика, модель, она давно существует, практикуется многие столетия. Но, честно говоря, на мой взгляд, эта методика не дает тех результатов, которые хотелось бы. Потому что, как правило, когда два человека пытаются переубедить друг друга при помощи аргументации, они остаются на уровне, на том уровне дискуссии, на котором изменить подлинное мировоззрение невозможно. Почему это происходит? Потому что любой аргумент, любая аргументация является лишь неким инструментом, неким инструментарием, который позволяет прояснить для моего оппонента, сделать очевидным то, что не является для него очевидным. Я, например, могу быть прав в дискуссии, Но мой аргумент может быть более слабым, менее продуманным, чем аргумент моего оппонента, носителя, скажем так, ложного неправославного мировоззрения. Но поскольку я проигрываю просто в моем аргументе, в его силе моему оппоненту не составит труда нейтрализовать мой аргумент. Но будет ли это означать, что он оказался прав? Нет. Или если я приведу ему аргументы. У нас есть много аргументов против сектантов. Но наверняка вы сами убеждались в том, что если вы человеку скажете, приведете 10, 20, 30 аргументов, скажем так, положите его на лопатки или загоните в угол, он почему-то от этого православным не становится. Он не бежит в церковь, не поднимает руки, не говорит, где у вас можно покреститься, покажите, где в ближайшем Баптистане находятся. Этого не происходит. То есть, но происходит нечто иное. Когда мы загоняем человека в угол, у него начинают срабатывать чисто психологические установки. Защитная реакция. Во-первых, надо защищать честь мандиры. Если сектант участвует в дискуссии не один, и при этом присутствуют его братья или его посолные, если это паста, естественно, он никогда не признается в том, что наши аргументы достигли цели. Да и просто психика человека так устроена, что любого человека, православного, католика, кого угодно, загнав в угол, мы не достигнем цели, потому что все наше внутреннее естество будет сопротивляться этой аргументации. То есть, важно учитывать, что человек — это же не просто набор теологен, набор идей, носитель идеологии. Человек — это очень сложное существо, которое действует и мотивировано многими вещами, в том числе психологическими, которые часто вообще не вносят характер чего-то сознательного. То есть, это может происходить на одном уровне бессознательного, и этот бессознательный пост будет препятствовать человеку услышать наши аргументы. Так вот, представляется, что гораздо более эффективной может быть методика, диалога с представителями иного мировоззрения, когда мы прекращаем думать и находиться в этой иллюзии, что набор библейских цитат может убедить сектантов и перестать быть сектантом. У него тоже есть набор библейских цитат. И когда мы начнем закидывать друг друга библейскими аргументами, достаточно скоро станет понятно, что проблема вообще-то носит фундаментальный характер. И это проблема различия интерпретации библейского текста. Один и тот же библейский текст может быть интерпретирован по-разному. И возникает вопрос, какой смысл вообще заваливать друг друга библейскими цитатами и аргументами, если мы стоим на разных богословских, философских, германистических платформах, которые просто разные. И если мы стоим на разных берегах одной реки, то как мы можем услышать друг друга? То есть, если моя методика прочтения библейских текстов отличается от моего оппонента, я никогда не смогу привести ему аргумент, который бы помог ему выйти из его состояния. Почему? Потому что мы находимся в разных системах координат. Ну вот давайте просто представим трехмерную систему координат и двухмерную систему координат. Как можно в двухмерной системе координат, скажем, простроить ось, которая там попросту нет? Это невозможно сделать. Поэтому кажется, что более перспективным методом построения диалога является переход на более фундаментальный, глубокий уровень. Не на уровень первичный, где сталкиваются аргументы друг друга, которые могут быть слабыми, мощными, бить мимо цели, но спуститься туда, где наши мировоззрения начинают принципиально расходиться у самого истока. И вот, собственно говоря, вот эта методика построения диалога является, как мне кажется, гораздо более эффективной, но в то же самое время она и более сложная. Почему? Потому что нам всем прилично просто выкатить набор аргументов, набор цитат, которые должны работать, и все. Но сегодня от православных апологетов, миссионеров, священников, катехизаторов требуется гораздо больше. Не просто воспроизводить миссионерские подборки библейских цитат, которые печатались в дореволюционное время. Да, они замечательны. Но сегодня мы понимаем, что уровень людей изменился. Сегодня люди изменились. Как-никак прошло сто лет, и мы вообще живем в новую эпоху. Поэтому этот новый подход требует от православного миссионера, апологета, гораздо более вдумчивой работы. Почему? Потому что наша задача вскрыть и понять то основание мировоззрения человека, которое порождает бесчисленное количество претензий и вопросов по отношению к церкви. То есть вопрос анализа. И анализ этот еще осложняется тем, что очень часто подлинные предпосылки, которые порождают вопросы и недоумения в адрес православной церкви, часто сами не очевидны для носителя сектантского первоззрения. То есть одно дело что-то проговаривать, исповедовать, а другое дело отрефлексировать то, почему я так говорю, почему у меня такая претензия. И вот я предлагаю разобрать достаточно конкретные, очевидные вещи. Какой самый излюбленный вопрос со стороны неопротестантов по отношению к православным? Точнее, это тип вопросов, которые множатся постоянно. Самый излюбленный вопрос. Это религия, церковь, что церковь все диктуется? Нет, нет, нет. Это иконы. Это иконы. А? Да, но это как раз один из примеров. Какие еще варианты? Конечно, в больших кавычках, но якобы несмертные богатства церкви. Это тоже нечастности. Да. Да. Но вот если все это объединить, я эти вопросы называю так. А где в Библии написано что? И вы можете продолжить этот понятильный ряд до бесконечности. А где в Библии написано, что нужно крестить младенцев? А где в Библии написано, что нужно молиться перед иконами? А где в Библии написано, что можно молиться умершим святым? Так далее, так, так далее и так далее. Этот список можно множить до бесконечности. И что обычно делают православные христиане, когда они сталкиваются с этим огромным количеством вопросов? Обычно мы принимаем правила игры неопротестантов, встаем на их поле, то есть принимаем правила игры и начинаем пытаться найти в Библии ответ, который бы мы могли интерпретировать с православной точки зрения. Сказать, а, иконы, это пожалуйста, это вот у нас все тут. А, крещение младенцев, это вот пожалуйста. И вот на мой взгляд, когда мы принимаем правила игры и встаем вот в эту позицию, в которую нас загнали, мы здесь же начинаем проигрывать. Во-первых, опять же, потому что эта дискуссия вновь породит новый виток тупиковых вопросов, опять начнется в библейский перепонг. А, во-вторых, мы проиграем потому, что православные, ну давайте будем честны, они гораздо хуже знают священное писание. Ну, то есть любой баптист, ответьте, свидетели Иеговы, в целом, даже без труда запутает, положит на лопатки православного христианина. Так его скажем, среднестатистическую. То есть православный перешел из патистанции, выключил? Так вот, мы начинаем принимать правила этой игры. И здесь, как мне кажется, кроется ошибка. Почему? Потому что нельзя, невозможно дать на некорректно поставленный вопрос корректный ответ. Это просто невозможно. И вот эти вопросы и серии, а где в Библии написано что, они на самом деле являются просто некорректно сформулированными. Но мы силимся дать на них какой-то корректный ответ. Но это дело обречено на провал. Какой выход из этой ситуации? То есть корректный ответ. Мне кажется, что нужно поставить вопрос о том, а вообще насколько корректен этот вопрос. И чтобы подчеркнуть это, необходимо помочь нашему собеседнику понять, а собственно говоря, из какой предпосылки рождается череда этих бесконечных вопросов. То есть что на самом деле рождает эти вопросы? То есть эти вопросы в отношении учения о церкви, иконы почитания, и тех вопросов, которые я перечислил, это просто следствие. Поэтому обсуждать нужно не следствие, а истоки, причины того, почему эти вопросы рождаются. И как я уже сказал, часто для наших собеседников это не очевидно. Поэтому здесь стоит очень сложная задача, во-первых, показать самому человеку, друг, почему ты вообще задаешь эти вопросы. Почему в твоей голове вопрос отродился именно в таком ключе, где в Библии написано что, а с чего ты вообще решил, что в Библии так должно быть написано, с чего это следует. И вот здесь мы переходим к важному моменту этого выступления. А как вообще сформировано религиозное мировоззрение? Любое. Не только православное, баптистское, мусульманское. Вообще любое религиозное мировоззрение. У любого религиозного мировоззрения есть определенная структура. И структура этого мировоззрения такова, что мы можем представить это как некий шар, который обрастает разными колючками или стрелочками, которые в нашем случае являются аргументами. То есть это вот множество аргументов, которые нужны часто нам самим, носителям того или иного религиозного мировоззрения. Мы сами себе иногда приводим аргументы, почему мы православные или почему мы нет православных. Но у любого мировоззрения есть основание. Основание, которое как корень питает все эти ветки. Все эти отростки многочисленные, запутанные. Одни могут быть спилены, другие вырастут, третьи пожелтеют. Но есть нечто более глубинное. И вот основанием любого мировоззрения является парадигма. Такой научный термин, который по большому счету означает некую концептуальную модель. То есть вот гидро, само гидро мировоззрения, которое конструирует ту модель, ту реальность, которую проживет человек. И если мы будем анализировать мировоззрение неопротестантов, то мы без труда определим, что парадигмой, то есть основой его мировоззрения является принцип только писания. Соло-скриптура. Я думаю, вы это словосочетание слышали. Именно вот этот тезис только писания и является подлинной причиной, той парадигмой, тем основанием, который порождает бесчисленное количество вопросов. То есть если только писание является самодостаточным и исчерпывающим источником вероучения и божественного откровения, то это автоматически означает, что если там, в этом писании, о чем-то не сказано, значит это уже и недопустимо. То есть если мы в писании не читаем прямо, что апостолы молились перед иконами и крестили младенцев, значит автоматически, механически это делать нельзя. Вот именно так выстроено мировоззрение неопротестантов. Поэтому мы здесь подходим к гораздо более глубокому уровню. Какой смысл обсуждать вопросы иконопочитания, призывания святых, почитания Богородицы и много разных вопросов, если все мысли человека фульгируются вот здесь, в тезисе только писания. Но дальше еще интереснее. Оказывается, что сама парадигма также не является финишной точкой в мировоззрении. На самом деле, а внутри парадигмы есть еще более глубинное ядро, которое порождает и саму парадигму. Что является этим ядром в ядре? Набор аксиом. Что такое аксиом? Это утверждение, которое не требует доказательства. То есть некое понятие, утверждение, которое принимается в силу того, что оно просто есть. И у любого человека, у любого мировоззрения есть аксиомы. Они есть, безусловно, и в православном богословии. Но если говорить о неопротестантизме, то, как это ни странно, но в основе парадигмы только писания лежит совершенно правильная аксиома, из которой были сделаны неправильные выводы. А что это за аксиома? Ее можно сформулировать так. Ничего человеческое нельзя добавить к божественному откровению. То есть сама вот эта идея того, что ничто человеческое не может быть добавлено к божественному откровению, потому что божественное откровение достаточное для спасения, является, в принципе, правильной мыслью. То есть ничто человеческое не должно добавляться к божественному для спасения. Но, то есть мысль совершенно верная, но как она преломляется? И вот здесь как раз таки и есть, скажем, эта логическая ошибка редукции, снижение этой важной идеи до того тезиса, что на самом-то деле все божественное откровение, но только к писанию и сводится. Причем к писанию, состоящему из 66 книг, без неэкономических или фотоэкономических книг. И вот здесь мы можем проследить архитектуру мысли и помочь увидеть вот эту цепочку логическую нашему оппоненту. Почему это важно сделать? Вот такая деконструкция, деконструкция мировоззрения оппонента позволяет нам избежать очень неприятных миссионерских ошибок. Каких? Во-первых, ошибка уничижения нашего оппонента, как представителя более низкой, скажем так, непродуманной, глупой мировоззрительной системы. Чувство превосходства. Это одно из миссионерских искушений. Почему? Потому что любой миссионер ощущает себя как носителя подлинной веры. То есть неискаженной веры. И согласитесь, это дает определенное ощущение того, что я все-таки учитель, а ты, дорогой сектант, все-таки не совсем. Я тебя буду сейчас учить и миссионерить. Это неизбежное искушение. Но когда мы начинаем показывать человеку, почему он так верит, то мы избегаем этой проблемы. И мы также решаем еще одну методологическую проблему, которая часто неочевидна для неопротестантов. Почему, имея один и тот же библейский текст, христиане не могут договориться или найти, обрести какой-то единственный универсальный ключ к пониманию библейского текста. То есть почему при наличии одного текста мы так по-разному понимаем библейский текст. У неопротестантов нет нормального ответа на этот вопрос. Они начинают говорить о том, что... Вот я буквально вчера разговаривал с пастором адвентистов седьмого дня, и я обычно всегда предлагаю поразмышлять над этим, и лучше всего противопоставлять неопротестантов внутри их желания. Я говорю, вот смотрите, вы исповедуете принцип только Писания, но ваши двоюродные братья, баптисты, исповедуют тоже этот принцип только Писания. Но вы явно, имея одну и ту же библию, и одновременно отрицая роль священного предания, не можете договориться, и более того, расходитесь в серьезнейших вопросах. Ну, наверняка вы знаете, что адвентисты седьмого дня это такая неопротестантская динаминация, которая продолжает соблюдать субботу, субботствующие. И они соблюдают кашруток, не употребляют свинину. То есть они считают, что часть ветхозаветных заповедей не были упразднены крестом христовым. То есть это такая типичная иудеохристианская богословие. Ну, естественно, баптисты этого все-все отрицают и вообще считают, что это елесть субботствующих. Но и те, и другие провозглашают одну и ту же методологию. И когда я спрашиваю, вот я вчера спросил пастора, почему так? Знаете, что я сказал? Он сказал, а это потому, что баптисты непоследовательны. Я говорю, позвольте, но если я задам вопрос баптистскому пастору, он скажет то же самое, но в отношении вас. И вы будете сидеть два искренних христианина, взрослых человека в галстуках, и вы будете подозревать в своем оппоненте достаточно то ли лицемера, который собственные правила не может, скажем, соблюсти, то ли двуличного человека, то ли еще кто-ли просто, простите, идиота, который видит и не понимает. И там нет выхода, это тупиковая методология. Но эту проблему мы решаем тогда, когда мы показываем, что, друзья, вы не можете договориться, потому что вы стоите, у вас разные богословские предпосылки. Разные богословские предпосылки. И этот анализ позволит нам показать человеку не то, чтобы превосходство православного мировоззрения, а просто задаться вопросом. Давай выясним. Никто прав, а давай выясним, почему мы мыслим иначе. Почему? Ты хочешь искренне понять, почему для нас икона не идол? А хочешь понять, почему ты считаешь, что это идол? То есть я никого не обвиняю, я просто говорю, давайте рассмотрим. И мы можем помочь нашим неопротестантским друзьям осознать, откуда, собственно говоря, произрастает их фундамент, их вер. Ну, безусловно, если мы будем исторически распутывать эту ситуацию, мы, конечно же, придем к реформации 16 века. И к тому, что реформация была детищем своего времени, детищем эпохи модерна, эпохи нового времени, просвещения, развития гуманизма. То есть мы можем показать чисто исторически, без привлечения богословия, что та фундаментальная предпосылка, которая лежит в основе протестантизма, неопротестантизма, она родом из 16 века. То есть это некий новодел, это некая новая традиция, которая утверждает, что она является реконструкцией первохристианской церкви. Мы здесь можем показать просто при помощи исторического сопоставления. И таким образом мы дадим человеку возможность посмотреть объективно исторически. И, конечно, только здесь мы можем показать человеку, который поведает неопротестантские заблуждения, и хелесе положит идею священного предания. Потому что, конечно, то, как понимают священное предание неопротестанты, это чаще всего совершенное заблуждение и неправильное представление. Но в миссионерских целях для них мы можем показать, что священное предание, собственно говоря, и является той парадигмой, то есть тем контекстом, в рамках которого и только, и возможно адекватно воспринять текст священного писания так, чтобы он понимался и был аутентичным апостольской вере. Если мы убираем фактор предания, то мы, конечно же, остаемся с тем самым тезисом только писания, которое на практике не оправдывает себя. А почему не оправдывает, мы уже сказали, хотя бы просто потому, что, опираясь на этот тезис, нельзя прийти к единому универсальному пониманию священного писания. То есть это неминуемое расхождение в понимании. И любопытно то, что и неопротестанты, и вообще протестантизм, конечно, неминуемо, как в детища эпохи модерна, создали собственное предание, собственные традиции, хотя они могут называть их иначе, не воспринимать, но по факту, фактически, их исповедание, их нормативное богословие является тем контекстом, который формирует их вероисповедание. Это вот первая часть моего выступления касательно построения диалогов с сектантами, но есть еще вторая часть продолжения этого выступления, которое связано, меня попросили тоже уделить внимание этому, о молодежных субкультурах. И интересно, что молодежные субкультуры во многом похожи на сектантские сообщества. То есть сектантские сообщества – это феномен религиозный, а молодежная субкультура – это феномен из области социологии и культурологии, психологии. Они в чем-то похожи. И часто еще так бывает, что для молодежи секты являются своего рода молодежными субкультурами. Ну вот, хотелось бы поговорить и об этом. Хотелось бы обсудить с вами несколько идей, мыслей о том, как сегодня мы, православные христиане, можем общаться с молодежными субкультурами. Ну, давайте для начала вообще определимся, что такое молодежная субкультура. Молодежная субкультура – это определенное сообщество, культурное сообщество, которое характеризует себя своим стилем, своей идеологией, своим языком, своей одеждой. И которое часто либо противопоставляет себя массовой культуре, как контркультура, либо является альтернативной версией, опять же, массовой культуры. Интересно, что феномен появления, развития молодежных субкультур достаточно новый. Этот феномен стал описываться, вообще фиксироваться после Второй мировой войны, начиная с 50-х годов, 20-го века. То есть это интересный феномен, которому не так много лет. И общество премодерна, то есть общество до 17-го века, может быть, даже до 19-го века, вообще в принципе с таким феноменом не сталкивалось. Потому что в старину вообще не существовало молодежи, как социальной группы. Молодежь, как социальная группа, стала появляться только в эпоху нового времени, в эпоху индустриализации, когда стали появляться фабричные производства, и начался переход от мануфактуры, от сельского хозяйства, к такому серийному массовому производству. Тогда молодежь стала формироваться, как социальная группа. Но когда человечество, особенно западное сообщество, вступило в эпоху постиндустриализма, это вторая половина, экономический скачок развития после Второй мировой войны, мы стали фиксировать очень интересный феномен появления не просто молодежи, она уже была как социальная группа, но как молодежная субкультура. С чем связывают ученые-социологи появление молодежных субкультур? Ну, безусловно, они связаны с тем, что во второй половине 20 века время, которое стало даваться молодым людям на получение образования, очень сильно увеличивается. То есть, если раньше, в 18 веке и ранее, молодой человек или девушка получала профессию очень быстро, и, собственно говоря, не было периода подросткового, то есть, ребенка сразу нагружали работой, ребенок умел делать все, что умел делать отец, он был в подмастериях, рано выходили замуж, рано женились, поэтому не было вот этого разрыва между взрослой жизнью и детскостью. Подросткового возраста его попросту не было. Но во второй половине 20 века, поскольку изменился мир, изменилась западная цивилизация, изменилось общество, мы столкнулись с тем, что стали появляться, вырастать дети, по поколению детей, которые еще не могли и не могут социализироваться, найти себя в этом мире. Они еще, они уже не дети, но еще не взрослые. И у них есть как минимум 5, а то и больше лет для того, чтобы получать образование. И что интересно, да, скажем, к 18 годам человек современный полностью развивается физиологически, умственно, психологически, но он остается без социальных ролей. И молодой человек сталкивается с колоссальным давлением, с колоссальной растерянностью и дезорганизованностью, точнее дезориентированностью в пространстве. Он не знает, как себя вписать в мир взрослых. Он не понимает вообще в чем смысл его жизни, потому что у него нет занятости, у него есть свободное время. И особенно, это тоже явление только второй половины 20 века, это поколение сытой молодежи, молодежи, у которой есть деньги. То есть молодежи не нужно работать в шахте для того, чтобы пропитать, заработать жизнь на пропитании. И вот здесь, находясь в этом зазоре, и возникает этот кризис. Кризис чего? Кризис неудовлетворения своей жизни. Кризис неудовлетворения массовой культуры, которая не отвечает на вопросы, на запросы человека. Безусловно, это кризис семьи. Потому что, если мы проанализируем членов тех или иных субкультур молодежных, то мы увидим, что, как правило, это молодежь, где-то от 14 до 24 лет, дети, юноши, девушки, которые не получили в семьях какого-то целостного мировоззрения. Понятно почему. Потому что родители, либо это неполные семьи, либо потому что родители постоянно работают, зарабатывают деньги для того, чтобы дети получили образование. И возникает вот этот кризис общения, кризис психологический. То есть, необходимо заметить, да, проговорить, что, в принципе, в современном обществе молодежные субкультуры – это абсолютно закономерный этап развития нашего общества. В силу тех процессов, которые я сказал. Его невозможно остановить. Эта данность абсолютно неизбежна. И когда молодой человек примыкает к той или иной субкультуре, альтернативной массовой культуре, он позволяет обрести там роль, те роли, которые он не может играть в реальной жизни. Он может быть там героем, он может быть там успешным человеком, который получает признание среди своих сверстников, среди своих друзей, находящихся в этой субкультуре. То есть, по большому счету, уход в субкультуру – это уход из реальности. Это полное неудовлетворение своей жизнью. Это осознание того, что я ненавижу свою жизнь, и я не могу быть в ней тем, кем я хочу быть. Поэтому появляются различные субкультуры, очень интересные, которые изучают ученые, анализируют. Например, субкультура ролевиков. Может быть, вы слышали о таковых. Толкинисты, ролевики – это такое молодежное движение, которое живет в виртуальном мире. То есть, эти люди являются поклонниками того или иного фильма, или какой-то компьютерной игры, какой-то саги, какого-то художественного произведения. Они одеваются соответствующим образом, выживаются в эту роль. Например, у меня есть коллега на работе, на обычной светской работе, вот он ролевик, он каждый раз на работу приходит в разных совершенно нарядах, таких очень странных. То он симбат мореход, человек 25 лет, и он живет этим. Он этим живет. И чем они занимаются, эти люди? Они, например, собираются в лесу, или на какой-нибудь стройке, или придумывают какое-то задание для того, чтобы воспроизвести в своей жизни сопытие какой-то компьютерной игры или книги. Это реальные сообщества, они скидываются в гингами, они живут этим. Они принимают этот вид такой, ходят на работу и на рынок. Они себя воспринимают людьми из каких-то сказок. Они живут в виртуальном мире. Ну, вот ролевики, толкинисты, как правило, достаточно безобидные. То есть это просто люди, которые не хотят жить в реальном мире, потому что им не нравятся. Говоря о субкультурах, нужно сказать молодежных о том, что они, безусловно, не одинаковые. То есть субкультуры есть очень разные. И нужно сразу оговориться, что есть субкультуры, в которых, в принципе, на мой взгляд, нет ничего деструктивного для личности человека. То есть, если есть любители, например, играть в какие-то игры, если они не связаны со смертельным исходом, то, в принципе, есть общество реконструкторов, которые переодеваются в участников Великой Отечественной войны, или наполеоновских войн. То есть это больше похоже на хобби. Но есть более опасные, скажем так, молодежные субкультуры, которые воспевают смерть, которые идеализируют смерть, и идеология которых развивают в людях депрессию, и подводят к суициду. Например, это такие две известные группы, как готы. Может быть, вы видели таких, я думаю, что в Эстонии тоже есть такие, люди, одетые в черное, которые подражают средневековым варварам-готам, слушают определенную музыку. Или эмо. Вечно грустные, печальные молодые люди, одетые тоже в странной одежде, вечно будут говорящие о смерти, о том, как им плохо. Они получают удовольствие от этого состояния. То есть есть рокеры, хиппи и так далее, панки. И здесь, конечно, возникает вопрос, как должна православная церковь выстраивать диалог с этими субкультурами. Должны ли мы пытаться непременно вытаскивать молодых людей из этих субкультур? Или мы должны, скажем, какие-то субкультуры воцерковлять? Или давать им какую-то новую христианскую интерпретацию? Это вопрос для размышлений. Но, безусловно, для нас очевидно, что наибольшую опасность, эта тревога, особенно для родителей, которые вызывают те субкультуры, которые вызывают у человека навязчивые идеи самоубийства, которые способствуют безнравственным половым отношениям, употреблению наркотиков и так далее. То есть здесь необходимо анализировать каждый случай отдельно и понять, как мы можем помочь этому поколению. Есть в этой истории, скажем, положительный момент. В отличие от сектанства, как правило, молодежь перерастает увлечение субкультурой. То есть, как правило, часто молодые люди меняют субкультуру. Они могут по 3-4 года находиться в одной тусовке, потом перейти в другую. Но, как правило, где-то после 25 лет люди меняются. И почему? Потому что субкультура становится для них площадкой для социализации. То есть там молодежь учится брать какую-то социальную роль, быть кем-то, выстраивать отношения, получать признание. И когда они в этом плацдарме учатся это делать, они перерастают и, в принципе, становятся, скажем так, обычными людьми. С сектами, например, такого может вообще не произойти. Человек может остаться там на всю жизнь. И, скажем, часто это вообще не перерастается. Очень много людей в сектах до глубокой старости находятся. Это положительный момент. Отрицательный момент, конечно, заключается в том, что те раны, которые человек может нанести себе, будучи молодым, их уже будет невозможно как-то поправить или исправить. Будет уже слишком поздно. Поэтому на что мы можем обратить внимание, когда общаемся, разговариваем с такой молодежью? мне кажется, что прежде всего нам нужно проговорить с молодым человеком, с девушкой, с парнем, почему вообще он избрал этот путь. И я думаю, что мы можем нащупать эту болевую точку вместе с ним и показать ему подлинную причину того, почему он оказался там. И, безусловно, мы не ошибемся, если мы покажем человеку, что его вот этот жизненный путь, он связан с тем, что человек бежит от этой реальности. Она ему не нравится. Человек противен сам себе. Ему не на что опереться. Потому что в эпоху постмодерна, в которой мы живем, объективные смыслы, объективные истины размыты. То есть в современном обществе, в продвинутом эпоху постмодерна нет представления об объективной истине. Ты можешь думать, верить как угодно. Плюрализм мнений приветствуется и все объявляется относительно. То есть вот этот релятивизм. Вот это те константы, которые формируют мышление современного человека. Но эпоха постмодерна, которая размыла все объективные смыслы, она привела к тому, что современный человек, молодежь это чувствует особенно остро, столкнулась с тотальной пустотой и бессмысленностью. Но эту пустоту и бессмысленность нужно чем-то заполнить. И человечество оказалось в состоянии эпохи постмодерна из-за разочарования в проекте, который называется эпохой модерна, который длился с 17 века по первую половину 20-го. Чем характеризовалась эта эпоха? Эта эпоха характеризовалась верой в прогресс человечества, верой в рациональность человека и верой в то, что наука может объяснить все и вся. То есть вот этот сиентизм, такое гиперболизованное отношение к науке. Вот это три кита, на которых общество модерна развивалось. Но после двух мировых войн, после появления психоанализа, после работ Фрейда, современный человек испугался тех химер сознания, которые породил секулярный век. То есть которая породила эпоху модерна, в которой была основная задача располдовать мир, такое выражение социологии и религии, убить Бога. То есть вывести Бога за скобки и поднять человека. Но когда вывели Бога за скобки и подняли человека, оказалось, что этот человек оказался очень страшным существом, который создал страшные секулярные светские идеологии. Который показал в первой половине 20 века, что человек это совершенно нерациональное существо. И что темное коллективное бессознательное движет любви. И наше подсознание ведет нас к хаосу. И тогда к чему пришло человечество? Мы говорим о западном мире, западной цивилизации. Оно пришло к тому, что нужно покончить с эпохой модерна. А как это сделать? Это сделать можно только одним способом. Вообще поставить крест на идеи объективности истины. Поэтому, испугавшись тех порождений модерна, секулярных идеологий, которые оказываются очень страшными, современный человек вообще сказал, что не нужно никакой идеологии. Идеология это плохо. Соответственно, сразу попадает под раздачу понятия иерархии, иерархичности бытия, традиции, авторитетов. И в эпоху постмодерна все это нивелируется. То есть, нет абсолютной истины, нет абсолютного объективного понимания. Возможно все. И по большому счету, современные продвинутые люди, они не делают особого различия между наукой и религией. В каком-то смысле наука и религия стали параллельными идеологиями, потому что человек постмодернизма не верит, не считает ни науку, ни религии какой-то объективной истиной. И теперь, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, чтобы понять нам, в каком жутком положении, в какой жуткой растерянности оказывается молодежь в эпоху постмодерна. Когда традиционного общества нет, семьи нет, традиционные религии, опять же говорим про запад, в целом в общественном сознании исчерпали себя. Мы видим кризис традиционных религий в эпоху секуляризма. Что остается человеком? А человек начинает выдумывать новую мифологию. В людях зашита потребность разделять какую-то идею, придумать для себя новую реальность, новую сакральную реальность. Люди начинают придумывать разные мифологические системы, свои миры. Они могут быть связаны с музыкой, с ролевыми играми, с одеждой, с образом жизни, где мы говорим на своем языке. Мы выражаем свои одежды при принадлежности друг к другу. Мы понимаем друг друга и мы определяем этот мир как мир чужой. Мы строим свой мир. Так вот, мы можем показать подлинные причины молодого человека, почему он пошел по этому пути, потому что ему не нравится жизнь, в которой он живет. Она стала бессмысленной. И здесь мы можем ему сказать, что и мы как христиане отчасти согласны с этим, потому что если в этой жизни нет Бога, нет вот той единственной точки отсчета, благодаря которой вообще все приобретает некий смысл, то действительно все бессмысленно. Если нет этой точки отсчета, нет Творца, нет Бога, нет Абсолюта, то это значит, что нет понятия ни о красоте, нет понятия истины, вообще нет ничего. Есть только две вещи, которые постмодерн предлагает современному человеку. Это консумеризм, то есть потребительство и развлечение. То есть как отвлечь человека от его химер в голове? Как сделать так, чтобы люди не создавали больше Третьей мировой войны, не взрывали друг другу, не устраивали газовые камеры? Человеку нужно дать развлечение и потребление, отвлечь его от этого зловещего коллективного бессознательного. И это та защитная реакция, которую общество без Бога придумало для себя, для того, чтобы не повторить ужасов эпохи модерна, ужасов первой половины XX века. Согласитесь, когда человек разникается и потребляет, бесконечно потребляет, живет для того, чтобы потреблять, ему уже не нужно ни воевать, ни убивать никого. А и за что, собственно говоря, сражаться, если никаких объективных смыслов нет? Нет никакой иерархии, нет сакрального. Чего ради? Но, в свою очередь, то, что предлагает современное общество, не устраивает молодежь. Да, ведь, собственно говоря, вот эта культура, субкультура молодежная, она же и появилась на Западе, начиная с хиппи, как контркультура, как протест против того, что предлагает этот мир. И первыми хиппи были дети среднего класса, то есть дети обеспеченных родителей, которые не хотели жить, как их родители. Они не видели смысла жизни в том, чтобы потреблять и развлекаться. Им нужен был новый миф, новый миф, который бы сделал их жизнь осмысленной. И вот здесь мы не можем показать молодому человеку, что в православной церкви есть что сказать, есть что предложить. Потому что любой молодой человек, находясь в той или иной субкультуре, он внутренне, хотя он, может быть, это не признается, но он не может быть там, в ней по-настоящему счастлив. Именно поэтому наблюдается миграция молодежи среди разных субкультур. Не понравилось быть Готэм, стану Эмма, не понравилось Эмма, пойду в ролики, может быть, киборгом стану, это те, кто прокалывают себе, там, вставляют всякие металлические изделия для того, чтобы стереть человеческую сущность в себе. Человек, ящерица, там, человек, не знаю, носовок еще кто-то есть, такие представители. И здесь мы можем показать человеку, что все эти выборы, они являются искусственными. То есть, ты можешь быть своим, тебя могут понимать, ты будешь иметь смысл и ценность своей жизни только, если ты находишься в субкультуре. Но если ты окажешься там, где этой тусовки нет, то есть, очевидно же, что человек останется один. Ему нужно будет вновь искать какую-то субкультуру для того, чтобы найти там себя. И в этом мы можем показать искусственность этой попытки нахождения глубинного смысла. Но когда человек обретает для себя Бога, когда он начинает понимать подлинную глубину жизни, бытия, всей реальности, он понимает, что это не связано ни с какой-то тусовкой. Это не зависит от какой-то субкультуры, которая сегодня популярна, завтра, завтра, нет. Были хиппи? Где они? Их нет. Хиппи практически не остались. Сегодня появились новые субкультуры. Они будут эволюционировать, отмирать. И появляться. Это тоже говорит еще о том, что все это, в принципе, такие искусственные объединения людей, сообщества, которые пытаются удовлетворить что-то очень глубокое. Те чувства, которые репрессированы, зажаты в современном обществе. И вот, мне кажется, это то, как мы могли бы пытаться помочь молодежи. Ну, я думаю, что завтра на круглом столе, который мы будем проводить, мы поговорим о более практических аспектах того, как это можно делать на приходах, обсудим за круглым столом. Большое спасибо. И если есть какие-то вопросы, я постараюсь с тобой ответить. Артем, спасибо большое. У меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста. А как ты думаешь, не может быть ли ответом на такой постмодернный взгляд на мир как раз уходом в махровый фундаментализм? Когда мы говорим, вот у вас нет никаких ориентиров, а мы дадим вам один ориентир. Ту же самую, например, Библию, ту же веру, например, сейчас есть огромное количество общества плоской земли, например, твердый небизм, например, вера, не знаю, там, в шестодне, в которой буквальный, и скажет, вот это вот так. Или другую крайность. Например, исламский фундаментализм, который говорит, мы построим новый мир, где есть эти законы, где есть эти правила, и мы дадим идею молодежи, чтобы они воевали за это. Вот как на это реагировать? Когда многие уже поняли этот запрос и пытаются использовать его в негативном характере, например, в построении исламского государства со своими законами и правилами. Спасибо, Игорь, за вопрос интересный. Действительно, с точки зрения религиогридения, то фундаментализм, как универсальное явление религиозности, присущее не только христианству, как раз стал появляться с началом эпохи модерна. То есть фундаментализм — это реакция на эпоху модерна, это реакция на секуляризм, на осветскавление мышления, на вытеснение религии из общественного пространства, на вытеснение, маргинализацию религии, и на приватизацию религии, когда религия становится не делом государства, нации, а частным делом. Действительно, фундаментализм стал такой реакцией. И мне кажется, что православие, когда мы проповедуем Христа и говорим о том, что человек может обрести подлинное богообщение и спасение в церкви, на мой взгляд, мы не должны создавать еще одну субкультуру, какую-то реконструкторскую игру в средневековье. Мы, напротив, должны показать, что церковь универсальна, что церковь обнимает собой и вбирает разные субкультуры, разные подходы, разное восприятие жизни. И мне кажется, что очень важно не подменять православие какой-то попыткой создать просто новую копию, ну, как какую-то субкультуру и загнать туда человека. И, в принципе, ведь, почему фундаментализм стал ответом на модерн? Опять же, потому что до эпохи модерна не было жесткого противоположного, вообще не было разделения на секулярное и сакральное, все в мире было сакральным. И когда все в мире было сакральным, для христиан было совершенно нормальным делом, без проблем, воспринимать и использовать натурфилософские представления о тогдашнем мире, античном, или брать из античной психологии и антропологии описание сущности человека. То есть, отцы работали с этим и интерпретировали иначе, но спокойно воспринимали эти вещи, размышляли над ними, и в этом не было жесткой конфронтации. Но эпоха модерна, начиная с 17 века, она, конечно, изменила расклад. Как-то так вот. Были еще вопросы? Да, у меня вопрос. Здравствуйте, Артем. Большое спасибо Вам за Вашу лекцию. Меня зовут Павел. Мне очень понравилось Ваше предложение, Ваша идея построения диалога с протестантами. Это же очень просто, да? То есть, ну, вот на самый сложный вопрос, да, ну, найти такой вот универсальный подход. У меня здесь вот появилось два опасения. То есть, первое, если мы начнем беседоваться с представителем другой религии, с уважением, с любовью, да, вот мы находимся на двух сторонах одной леки, то, слушаясь в его аргументы, можно как его перейти на свой берег, да, так и самому перейти на другой берег. Это первое опасение, да. Второе. Рассуждая философство о религиях, можно занять позицию такого стороннего наблюдателя, да, и снисходительно обсуждать другие религии, и рано или поздно начать снисходительно относиться и к своей. Ну, потому что мы взяли и абстрагировались, понимаете, да? Не совсем. Не совсем. Мы находим доводы с представителем одной религии, почему она не истина, да, другой, и точно так же мы можем менять точки зрения, ну, как вот обсуждение, да, то есть в дискуссии, да, мы дискутируем ради дискуссии, да, и мы можем к своей религии начать относиться точно так же. Это просто опасность. Вот скажите, пожалуйста, как вы вот выбрали православие, почему вы не поддержите это, и почему вот это самое главное? Да, я, кажется, понял ваш вопрос, спасибо. А по поводу опасений не перебраться на второй берег, можно попросить привязать нашего друга к одному берегу, чтобы не уплыть. Это шутка, да. Конечно, вопрос серьезный. Я думаю, что, мне кажется, что мое личное мнение, что нахождение человека в православной церкви может иметь только одно основание, это подлинный, глубокий и личный опыт богообщения в церкви, который может быть многообразным, многовиким, да, то есть если относиться к православию как, скажем, просто к мировоззрению, как к идеологии, которую можно доказать, то, поверьте, ее можно и опровергнуть. Я знаю православных, которые стали католиками, ушли, стали лютеранами, становятся сектантами, то есть есть и обратные примеры. Мне кажется, что, к сожалению, в принципе, на любой аргумент можно найти контраргумент при желании. И чем опытнее полемист, тем у него более мощный аргумент. Это разные примеры, тузы. То есть тут все, получается, будет обусловлено с тем, какой объем памяти у человека, какое количество источников он прочитал и смог запомнить. Да, то есть мы, получается, просто берем с интеллектуальными силами, IQ. Но если у человека есть, помимо вот этого всего теоретического багажа, да, исторического, богословского, философского, есть какой-то глубинный опыт богообщения, то, мне кажется, вот это тот фундамент, на котором человек и стоит. И вообще, опять же говоря, эпохи постмодерна, человек современный серьезно может воспринимать только одно – личный опыт. То есть отсылка к тексту, она сегодня не работает. Если за тем, что мы говорим, не стоит личный опыт, современный человек к этому не верит. И если говорить обо мне, чтобы экономить наше время, вот в свое время отец Георгий брал у меня интервью в своей замечательной программе «Мой путь к Богу» есть вот это интервью на канале YouTube. Но я очень кратко могу сказать, что в моем случае это был изначально такой интеллектуальный подход. То есть я познакомился с православием через изучение ранних христианских источников. Мне было очень интересно, как развивалось христианство после смерти апостолов. Я таким образом стал изучать писания мужей апостольских, ранних отцов, апологетов. И меня это очень увлекло и затянуло. Изучая, я просто пришел к тому, что именно православная церковь исповедует максимально близкое христианство к тому, которое было в первые века. Но это теория. Но, к счастью, я имел и личный опыт, и личный опыт в церкви, связанный с таинствами, ну, не знаю, можно сказать, благодатный опыт, который является для меня самым глубоким убеждением того, что в церкви действительно мы соприкасаемся с божественной реальностью. Что это не просто игра в средневековье, это не просто какое-то театрализованное представление. это действительно богообщение, где не текст является основой, а подлинное отношение с Богом, как когда мы можем соединиться с Богом непосредственно, испытать это, увидеть и прочувствовать. И вот в моей жизни, благодаря Богу, это произошло, и, наверное, это является основой, если к Вашему вопросу. Пожалуйста, еще вопрос. Да, у меня вопрос, наверное, будет дополнять. Предыдущий вопрос. Скажите, пожалуйста, Вы, как все-таки в прошлом представитель организации «Стержевая башня», как считаете, имеет ли смысл при кратковременных встречах на улице вступать в диалог? И если да, то с Вашей точки зрения, как он может быть максимально конструктивным? Да, хороший вопрос, на самом деле непростой. Знаете, проблема в чем? К сожалению, за короткий разговор, за короткий разговор очень сложно что-то объяснить. Но есть задача минимум, с которой может справиться любой православный христианин. Просто, ну, насколько короткая? Пять минут, десять, я не знаю, две минуты. Но минимум, что мы можем сделать, это рассказать человеку о том, чем православие не является. То есть развеять его мифы о православии. И на самом деле, иногда этого бывает просто достаточно для того, чтобы разорвать шаблон у человека, у свидетелей Иегова. Но Вы должны четко понимать, что поскольку их двое, поскольку их двое, никогда не получится построить нормальный бесед. Если Вы хотите общаться со свидетелями Иегова, нужно добиться того, чтобы Вы встречались один на один. И только в этом случае Вы сможете помочь человеку что-то осознать. Ну, значит, смысла нет на улице разговаривать. Потому что их всегда двое. И они не настроены развеивать свои мифы. Они настроены тебе рассказать о том, какая у них повестка дня, там, последнего собрания. И их отправили с этой проповедью. Не слушать других, а обещать. Ну, в основном, да, конечно, они настроены на том, чтобы учить. Но если есть возможность просто показать им, что православный человек, оказывается, тоже может знать Писание, да. И что самое важное, еще раз говорю, свидетели Иегова в 99% случаев не знают, чему на самом деле учит церковь в отношении иконопочитания, почитания Креста, почитания святых, они совершенно неправильно информированы о том, как церковь исповедует учения Пресвятой Троицы. У них в публикациях так и написано, да, что христиане исповедуют, что Отец, Сын и Святой Дух являются одной личностью. То есть они ереса, глянства или модализма преподносят как ортодоксальное учение Троицы. Как они могут, и, конечно, они над этим смеются, говорят, как Иисус молился самому себе, когда был на земле, и крутит у виска. Вот православный сумасшедший. А насколько Вы считаете эффективны отсылки к истории их организации и прочего? Абсолютно неэффективны. Для свидетелей Иеговы, для многих сектор, культистов, скажем, нет прошлого. Для них есть только настоящее. В их религиозной традиции нет истории, есть только сегодня. Поэтому оперировать в прошлом бессмысле, оно для них ничего не значит. Сны значат только сегодняшний день. И последний вопрос к Вам от меня. Как Вы все-таки к миссионеру. Когда-то попалось в руки брошюра свидетеля Игнатия Принчанинова о ересях. И там мне запало такое его высказывание в ум. И как-то я нашел много ответов. Но, как мне показалось, почему я столько раз, беседуя с сектантами, не добивался какого-то успеха, он там говорит такие слова. Обличать еретикам можно только совершенной в любви. А что делать, кто это совершенство не достиг, а вроде бы что-то сказать надо? Я, конечно, было бы здорово вот эту фразу прочитать в контексте, что свидетель нам подразумевает под обличением. То есть обличать человека персонально или его обучение. Я думаю, что мы должны быть реалистами и понимать, да, что обличься полностью в любовь – это задача на всю жизнь. Апостол Яков в послании в своем новозаветном говорит о том, что обративший брат от заблуждения спасает душу его и покрывает множество грехов. Да, то есть, на мой взгляд, это нужно понимать так, что нельзя заниматься миссионерской деятельностью, там, полемизировать с сектантами, не имея любви к ним. И я могу сказать, что, вот и по себе, что это просто невозможно, будучи бывшим сектантом, на первых волнах полемизировать со своими бывшими соверующими с любовью. Это невозможно, потому что это настолько горящая тема, настолько болезненная, что человек будет, конечно, перегибать палку, и с любовью ему будет это делать очень сложно. Нужно, чтобы прошло какое-то время для того, чтобы он мог с прошлыми своими соверующими спокойно говорить, главное – с любовью. Как, наверное, когда и неофиты в православии тоже, что миссионерство, допускать их не стоит. Неофиты, да, их нужно использовать для дел малосердия. Спасибо, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, еще, еще вопрос. Единственное, у нас проблемы, да? Да, да, еще. Спасибо за выступление. У меня вопрос, если протестант, допустим, говорит, что он от Святого Духа вот знает, вот опыт, так сказать, свой этот выставляет, вот как тогда говорить с ним? Да, это хороший вопрос, если апелляция идет не к тексту, а к своему внутреннему опыту мистическому, да? И обычно таким образом апеллируют харизматы, нео-пятидесятники, люди достаточно экзальтированные, которые, как они говорят, мы общаемся со Святым Духом на «ты». Вот, и это действительно интересный вопрос. Обычно я в таких случаях просто предлагаю им поразмышлять вот на чем. я говорю им о том, что как, я отношусь с уважением к вашему опыту, но как вы сами для себя объясните тот момент, что вашему соверующему или там вашим братьям Святой Дух говорит нечто иное. То есть, он открывает вам одно, а им открывает другое. Просто вот без осуждения. Как понять, кому на самом деле открыл Святой Дух? То есть, нужно поставить вопрос о критериях оценки, доброкачественности этого мистического опыта. То есть, как вы сами оцениваете. И когда я говорю с харизматами, я всегда привожу им в пример их двоюродных братьев. Пятьдесятников, единственников. Это такая ветвь харизматическая, очень распространенная в Штатах. Она есть, я думаю, и точно, наверное, и в Эстонии есть, в России у нас их много. То есть, это харизматы, которые исповедуют учения Троица как древний моделист. Что Отец, Сын и Святой Дух – это одно лицо. То есть, три проявления. То есть, что это не три ипостаси, а одна ипостась, а одна личность. То есть, это по меркам всех ортодоксальных, неопротестантских динаминаций или христианских церквей – это херес, которую все осуждают. И пятидесятники нормальные харизматы – тринитарии. Но удивительно то, что у харизматов-единственников есть тот же самый набор, который мы наблюдаем и у харизматов-тринитариев. Это так называемое крещение Святым Духом, когда они в конвульсиях бьются на сцене. Это там «откровение Святого Духа» в кавычках и «голосолалия» – «говорение на иных языках». И здесь возникает вопрос. Либо Святому Духу все равно, кому подавать свои дары. Да, даже не важно. То есть, человек исповедует ерес, или он… Да почему-то там свидетелем Иеговы не может открыться, если на то пошло. Или же в данном случае мы сталкиваемся с тем, что кому-то все-таки открыл не Святой Дух. Каковы критерии этого? А у харизматов нет критериев. У них в их методологии, в их богослуги этих критериев нет. То есть, там все отдано на откуп субъективизма. То есть, я так почувствовал, один пастор почувствовал, другой не почувствовал. Я думаю, что надо выстраивать в этом ключе. Спасибо. У меня еще есть один вопрос. Артем, наверное, хочу задать вопрос-совет. Я сам пришел в церковь, когда мне было 37 лет. Я смотрю на своих детей, одному 16, другому 12. Они слушают музыку, они увлекаются спортом, они интересуются различными субкультурами. И когда я начинаю диалог о Боге, то они говорят, пап, ну, все замечательно, ну, давай, вот нам будет, вот лет 30, 35, 37. Тогда придем, да? А пока еще рановато. Что бы вы посоветовали? Ну, моим детям меньше, как гораздо менее. Таким вопросом пока не задаются. Это сложный вопрос. Не знаю, я не возьму на себя ответственность давать вам советы. Я не знаю, может быть, они и правы. Мы не знаем. Ведь действительно для каждого человека уготовано свое время для опознания истины. Да, и мы должны все-таки понимать одну такую вот богословскую истину, что все-таки вера в человеке появляется как результат действия, призывающего благодать. То есть все же вот этот первичный отклик, он от Бога. И когда это произойдет, мы не знаем. Он у всех разный. И я думаю, вы все прекрасно знаете массу примеров, когда подростков, детей загоняли в церковь, да? Там такая брутальное воцерковление. Они детьми ходят в церковь, но когда им 16-18 лет, где они? Их нет. Почему? Потому что им это все стало противно. Потому что они не видели в этом... Ну, это все было из-под палки. Хотя, конечно, есть и обратный пример. Все очень индивидуально. Но мне кажется, что хуже отбить действительно желание. И, мне кажется, лучше не допускать переинтоксикации. Это губитель, может быть. Спасибо. Спасибо, Артем, за беседу, за лекцию. Слушая ваше выступление, мне показалось, что тут можно было прибегнуть еще к некой возрастной психологии. И там есть такое понятие об активном слушании. Вполне возможно, что вот в беседе с протестантами, с сектантами, в беседе с молодежными субкультурами, в беседе, может быть, даже с детьми, вот это активное слушание, оно действительно могло бы помочь, когда мы не просто хотим навязать свои понятия, или вот, как вы сказали в последнем ответе, брутально воцерковить, а когда мы хотим понять вообще действительно, чем живет этот человек. То есть узнать некую глубинность его вообще потребностей, его желаний, глубинность его эмоций, переживаний, вот, и это действительно могло бы стать неким ключом для, вообще для нашей беседы. Потому что иногда бывает, что не наш какой-то позыв миссионерский о том, что вот мы все просто хотим, чтобы все стали православными, и всех хотим привести только к этой истине. Но в целом даже интерес разговора о том, чтобы это было, чтобы человек мог этот разговор воспринимать. И вот здесь как раз-таки становится сложность, как до конца остаться вот этим активным слушателем и распознать вот те глубины, о которых вот сегодня привели пример, в частности в беседе с неопротестантами и с молодежными субкультурами. Вот здесь есть ли есть какой-то такой универсальный путь вот к этому активному слушанию? — К сожалению, в нашем мире вообще мало универсальных ключей, это очень хочется все унифицировать. Унификация хорошо работает только в сектах, там все очень схематично, шаблонно работает. Вопрос только, что потом происходит с людьми. Вы совершенно правильно заметили самое важное, на мой взгляд, умение пастыря, священника, катехизатора, вообще миссионера — это умение слушать. Это еще одно искушение менторства, искушение быть учителем, искушение быть оракулом, говорить о тебе, чтобы тебя слушали. На самом деле мы понимаем, что молодежь ищет этих ролей и ищет для себя новой реальности просто потому, что им даже не с кем разговаривать. Дома их не слышат, они говорят, да меня предки не понимают. То есть вот эта идея того, что вообще меня взрослый человек понять не может, это на самом деле беда. И действительно, поэтому здесь очень-очень важно привлекать и молодых православных христиан для выстраивания диалога. Потому что есть всегда подозрения, что может этот человек, который на 30 лет у меня старше, понять. Ну вот научиться слушать, просто мне кажется, что это, знаете, такое усилие воли над собой должно быть. Садавать вопросы, вычерпывать из человека. Вот, кстати, у свидетелей Иеговы есть целый курс, который проходят проповедники, как задавать наводящие вопросы, чтобы вытащить из человека больше информации. Да, то есть это вот просто интересно. То есть они осознают, что чтобы максимально эффективно проповедовать, надо человека выслушать. Поэтому ему нужно задавать разные вопросы и больше слушать. Ну, конечно, это миссионерский ход для того, чтобы нанести сокрушительный удар и доктринации в череп. Вот, но в нашем случае мы, конечно, должны научиться выслушивать и делать так, чтобы говорил больше собеседник о нем. И тогда вот эти все болячки, язвы, проблемы, опасения, фобии, страхи, неуверенность, они всплывут. Мы тогда их сможем нащупать и предложить иной путь. Вот, поэтому, мне кажется, нужно, наверное, и у хороших психологов поучиться этим, как это делать. Как-то вот так, мне кажется. Есть еще вопросы? Да, у меня вопросы. Олег. Вот по поводу субкультуры. Сейчас у нас, например, в Москве я постоянно слышу о том, чтобы у храма шаговые доступности, и чтобы эти храмы наполнились. А не наполнились ли они субкультурой, в том числе. Вот как отец Юрий говорил, что там человек ходит в 20 лет в церковь, живет в своих мифах. То есть, практически, своя субкультура. Если брать сюда опыт богообщения, а что протестантов его нет, то есть, нет критерий в богообщении. А у вас какой критерий богообщения? А какой критерий богообщения тех, кто в 20 лет в церковь ходит и живет в своих же мифах? Да, я думаю, что у вас не столько вопрос, сколько наболевший, да, такой, это вы сказали, как комментарий. По поводу храмов шаговой доступности и вообще идеи наполнили. Конечно, я лично сторонник строительства не зданий, а строительства общения. Строительства общения. В конце концов, община, когда появится, она сама храмы построит. То есть, вот эта идея, на мой взгляд, выражаясь языком эффективного менеджера, мы должны инвестировать сегодня все наши средства в общину. Не в здание, а в общину. Можно понастроить массу зданий, но действительно, кто туда придет? Кто туда придет? И, собственно говоря, с чем был связан кризис традиционных религий в 19 веке? Почему опустили храмы католические, синагоги на Западе? Почему был такой удар? Почему был отток из православия? Это же было задолго до большевистской революции. Большевики просто столкнули как олос на глиняных ногах. Но ведь реально-то задолго до этого люди потеряли религиозное мировоззрение. Конечно, есть стандартный ответ. Люди стали такими развращенными, плохими, в общем, злыми, что они перестали верить, а вот наши предки были более религиозными. Но почему наши прадеды и прабабушки такими не стали? Почему этот кризис наметился? Мы же просто живем на самом деле в продолжении того кризиса, в продолжении удара секулярии из новой эпохи модерна по традиционной религии. На мой взгляд, ответ есть более интересный, более объективный. Просто люди во второй половине 19 века стали задавать такие вопросы перед традиционными религиями, на которые традиционные религии не были готовы дать новые ответы. Они продолжали давать ответы из средневековых учебников. Ну, я так образно говорю. И это не удовлетворяло людей. Почему современный человек не хочет исполнять заповеди? Почему в древности люди исполняли, а современный человек нет? Потому что в древности человек не задавался вопросом, почему я должен поститься? Ну, есть такая заповедь, я буду поститься. Но современному человеку нужно понять смысл этого действия. Современный человек говорит, а зачем я должен поститься? Что мне это даст? И множество других вопросов. И что мы ему на это отвечаем? Поэтому я вижу очень серьезную проблему образовательную, интеллектуальную. То есть церковь должна говорить о новых проблемах, о старых проблемах по-новому. Я не говорю о том, что выдумывать какие-то новые идеи, провозглашать новые догматы, но раскрывать, скажем, старые истины по-новому так, чтобы они были адекватно интерпретируемые современным человеком. Но если мы будем продолжать существовать в мире, которого больше не существует, конечно, мы тоже в один прекрасный момент окажемся в гетто и окажемся в своей субкультуре. Поэтому мне кажется, что должна быть серьезная интеллектуальная работа, должны быть богословские школы, должны быть богословские площадки, где люди не будут бояться высказывать свое мнение. Должен быть нормальный христианский диалог. У нас должна быть возможность поправлять друг друга, корректировать, не распинать за высказывание каких-то ошибок, а указывать нам на то, почему так верить некорректно. То есть мы должны работать. Но, к сожалению, по моему сугубому ощущению, у нас все-таки еще в сознании тренд 90-х годов, что нужно строить храмы. Мне кажется, нужно инвестировать в общины, в катехизаторов нужно инвестировать, в миссионерскую деятельность. Потому что иначе в один прекрасный момент не с кем будет говорить о критериях богообщения. Понимаете? То есть если нет запроса, то с кем говорить? С людьми, которые приходят поставить свечку и освещать куличи. Им вообще критерий богообщения не важен. Этими вопросами задаются люди, которые серьезно относятся к своей вере. Поэтому церковь должна перейти от обслуживания потребностей неофитов, коих в 90-е годы было 90%. То есть пора осознать, что мы уже прожили в церковной жизни 27 лет, 29 лет, почти 30 лет. Поколения меняются. И сегодня людям нужно понимать православие на более глубоком уровне, чем в 90-е годы. Сегодня недостаточно просто построить храм, освятить куличи. Потому что мы проигрываем. То есть время, эпоха опережает наш ответ. Мы играем на опоздание еще сейчас. Поэтому мне кажется, что вот эту ситуацию нужно исправлять. Сможем догонку вопросами? Да, конечно. Что касается критерий богообщения, а есть ли у Вас предложение по критериям истинности предания в разговоре с неопротестанцами? Кроме соборности, то, что соборно было тысячелетиями, выварено некие догматы. А есть ли еще другой истинный критерий нашего православного? Смотрите, да. Какой аргумент я использую? Они могут быть разные. Я просто говорю о том, что если в какой-то исторический момент предание церкви пресеклось или было тотально искажено, как они верят, что наступило всеобщее отступничество, значит восстановление, реконструкция больше уже невозможно. То есть если вот этот непрерывающийся поток преемства веры и духовности в какой-то момент прекращается и его нет, все последующие реконструкции будут просто новоделаны. Потому что каждая эпоха будет создавать свое предпредание, реконструируя, как сделали реформаторы. Они же занимались реконструкцией, но по факту что они создали? Они же не создали церковь первого века. Да это невозможно, невозможно из ничего создать предание. Значит главный критерий – это непрерываемость? Один из важнейших критериев, да. То есть должна быть исторически верифицируемая, проверяемая непрерываемость преемства веры и духовности. То есть на уровне контекста веры, на уровне опыта веры. Спасибо большое. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...